МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Новый курс» в студии Аслабек Абдулов. Здравствуйте! Мир во время чумы 21 века. Мы оказались в новой реальности, наедине со всеми. Пиры во время чумы отменены. Пир во время чумы – это вовсе уже не фигура речи. Трагики, пессимисты скажут – чему тут удивляться? Бич божий человечества настиг в самый разгар потребительского пира. Мол, нас настигла чума во время этого пира. Как же землянам в эти критические пандемические дни найти баланс? Баланс между агрессивным сдерживанием эпидемии и теми перебоями, которые это сдерживание неминуемо вызывает в экономике и в обществе. Но прежде в качестве эпиграфа к выпуску – «Декамерон Джованни Боккачо». Века были так себе почти средние. Флоренция, чума, страсть к жизни у порога смерти. Беги, любовь моя. Найди уединенное место. Каждый день мы будем рассказывать историю. Мне будет приятно первой рассказать вам о любви. Новелла Декамерона рассказывается в обстановке своего рода пира во время чумы. Во время эпидемии в 1348 году компания молодых людей и дам находит убежище на уединенной загородной вилле. И чтобы прогнать страх болезни, в течение 10 дней рассказывают друг другу весьма занимательные истории. В ста новеллах Декамерона литературные критики считывают первую ренессансную утопию. Утопическую идею о том, что только культура оказывается возвышающим и цементирующим началом идеального сообщества. И есть там у Джованни Боккачо такая мудрая цитата. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Как мы уже говорили, все сейчас заняты болезненным поиском баланса между агрессивным сдерживанием пандемии и теми перебоями, которые это сдерживание вызывает в экономике и в обществе. Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности безработицы. Благодаря дальновидной политике Ельбаса, но султана Абишевича Назарбаева, международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства. На работников Всемирной организации здравоохранения самое сильное впечатление произвели коллективные усилия, добровольно предпринятые простыми китайцами перед лицом угрозы. То есть люди не боялись правительства, люди боялись вируса и последствий, если они не смогут предпринять должных совместных усилий. Власти сыграли ключевую роль в целеуказании, однако усилия по-настоящему были общими, отмечают наблюдатели. О беспрецедентных мерах по борьбе с распространением коронавируса Китай объявил в январе. Тогда многие наблюдатели отмечали, как сложно будет повторить такие меры в демократических странах. Меры эти включали карантин для всей провинции Хубе, а это 65 миллионов человек, и строительство полевого госпиталя всего за 10 дней. Вспышку коронавируса в Китае, судя по всему, удалось взять под контроль. Зато в остальном мире число заболевших за 2 недели увеличилось в 13 раз. Визит председателя КНР Си Цзиньпиня в самый эпицентр вспышки коронавируса, который он сделал 10 марта, стал попыткой показать, что худшее уже позади. Действительно, если верить официальным данным, число новых случаев заражения не превышает несколько десятков в день. Исследователи, которые занимаются вопросами глобального здравоохранения, полагают, что китайский опыт едва ли применим в других странах. Но даже если кто-то из демократических лидеров захочет скопировать китайский подход, у него просто не хватит для этого сил и власти, заявляют эксперты. Реакция страны вовсе не определяется тем, царит ли там демократия или авторитарный режим. Советник главы ВОЗ Брюс Элвард, руководивший расследованием обстоятельств возникновения эпидемии, считает, что мир еще не выучил китайский урок. В Китае мы обнаружили, что все дело в скорости. Респираторное заболевание, по крайней мере, такое, можно взять под контроль, если очень-очень быстро выявить зараженных, изолировать их, выявить их контакты и тоже изолировать. Население должно понять, с чем мы имеем дело. Они должны осознать серьезность ситуации и сотрудничать с властями в выполнении этих мер. В Южной Корее власти ведут активную борьбу с вирусом, не прибегая к карантину. Сейчас страна занимает четвертое место в мире по числу заразившихся, уступая Китаю, Италии и Ирану. Власти проверяют на заражение сотни тысяч пешеходов на улицах и водителей в машинах. И с помощью мобильных телефонов и спутниковых технологий отслеживают потенциальных носителей. И тут интересно замечание финансиста Ануару Шпаева в телеграм-канале. Разговаривал с бывшим коллегой-трейдером из Лондона. Обсуждали, понятно, рынки и коронавирус. Очень логичное объяснение он дал успеху Южной Корее в противодействии коронавирусу. При этом без локдауна, как в случае с Китаем. Просто они десятилетиями ожидают биологических, химических атак со стороны Северной Кореи. Поэтому протокол действий готов давным-давно. Как выразился президент Южной Кореи, это настоящая война с угрозой эпидемии. В стране проживает около 50 миллионов человек, примерно как в Италии. Однако в карантин помещено не более 30 тысяч. При этом число новых зараженных сокращается. В пятницу 13 марта их было 110. И это самый низкий показатель более чем за две недели. Теперь пациентов больше выписывается из больниц, чем поступает туда. Речь идет не только о сдерживании вируса. Власти пытаются одновременно спасти экономику. Наблюдатели также признают, что некоторые драконовские меры, принятые Китаем, создали вторичные проблемы, такие как перегруженность системы здравоохранения в Ухане, что, в свою очередь, привело к росту уровня смертности в городе. Разумеется, другие страны не хотят повторять эту ошибку. Китайскую модель не только нельзя скопировать, она просто не тянет на эталон эффективной борьбы с эпидемией, считают исследователи. Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Диктатура вируса опустилась над миром, но жизнь продолжается. Немного другая, но все-таки жизнь. Президент Ухаев в эти пандемические дни утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020-30-е годы. В концепции отмечается, что система международных отношений переживает сложную трансформацию и названы ее негативные последствия. Это кризис доверия и повышение конфликтности. Столкновение в мировом масштабе двух основных тенденций – глобализма и национализма, что создает серьезные риски для средних и малых государств. Обострение традиционных вызовов и угроз безопасности, терроризма, гонки вооружений, изменения климата. Новые факторы – кибервойны. В концепции говорится, что Казахстану необходимо закрепить статус лидирующего государства в регионе Центральной Азии и продвигать международные инициативы нашей страны на основе прагматизма. Перед Казахстаном сейчас стоит задача удержания экономики в режиме устойчивого развития совершенно в новых условиях, в сложнейший период переформатирования глобальной экономики и геополитической ситуации. Мы оказались в новой реальности, наедине со всеми. Вы смотрели новый курс. С уважением к вам и с любовью к родине, Аслабек Абдулов. Будьте здоровы, счастливо. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА